Правильно выбранный оффер почти половина успеха в арбитраже. Если оффер хорошо конвертит, то даже новички могут запуститься в плюс. И наоборот, если оффер хреново конвертит, то проблема будет даже у самых олдовых арбитражников. С вами Денис Логутенко. Подписывайтесь на мой канал и погнали выбирать правильный оффер. Вообще, выбор правильного оффера на самом деле больная тема для арбитражников. Тут может быть очень много подводных камней. Например, вы легко можете наткнуться носкам, где вас просто-напросто кинут. Во-вторых, по неосторожности вы можете связаться с какой-нибудь чернухой. На эту тему я снимал выпуск. Ссылочка здесь. Обязательно посмотрите. Ну и как бы самое банальное, вы можете просто взять какой-то старый оффер, не конвертищий. И, соответственно, просто даже не иметь шансов никаких заработать на этом деньги. И чтобы облегчить процесс выбора оффера, арбитражники обычно регаются в CPA сетях. То есть в партнерках. Партнерка – это как раз тот гарант и посредник, который должен защитить вас от китка. И если вы не уверены в рекламодателе хотя бы на 90%, я рекомендую именно начинать с партнерок. Тогда шанс быть кинутым гораздо-гораздо ниже. И сегодня мы будем выбирать оффер на примере партнерки М1. Соответственно, переходим на сайт m1.top, регистрируемся и проходим на вкладку оффера. Сначала идет изображение и название оффера, которое вы потенциально будете продвигать. Далее само целевое действие, за которое положена выплата, сумма отчисления вебмастеру и цена самого товара. Рекла обычно платит именно за подтвержденные заказы и гораздо реже за регистрацию или, к примеру, заявку. И ставка для вебмастера в партнерке обычно указана минимально. Поэтому, если у вас есть уже какой-то опыт и вы можете это доказать, я прямо рекомендую связаться сразу с менеджером и выбить условия получше. Обычно это именно так и работает. И следующий пункт – это гео. Тут указана страна или несколько стран, где можно рекламировать оффер. Если вы настроите рекламу неправильно и приведете клиентов из другого гео, оплату за них, соответственно, вы не получите. В арбитраже страны делятся на три типа. TR1 – это развитые страны, TR2 – это развивающиеся страны, и TR3 – это, ну, так сказать, страны третьего мира. Если вы начинающий арбитражник, я рекомендую вам начинать со стран TR2 и TR3. Да, там как бы ниже покупательский спрос, но гораздо ниже конкуренция, дешевле трафик, и вам там проще будет вообще стартануть, научиться и обкатать абсолютно все схемы. Далее идет опрув. Это процент лидов подтвержденных рекламодателей относительно ваших всех входящих лидов. И это причем такое суперусредненное значение, потому что некоторые привлекают говно-трафик. Там с опрувом 10%, у некоторых траф качественные, с опрувом 80%, ну, а как бы среднее получается 45%. Понятно, что это ни о чем не говорит. Плюс в каждом гео бывает своя история, у каждого оффера своя история. Там в Индии 10% опрув, в Европе там 40% опрув. Поэтому здесь вот как бы самый лучший совет. Просто тупо напишите менеджеру и спросите, какой опрув вам ожидать относительно того трафика, того гео, того оффера, с которым вы будете работать. Возвращаемся к списку офферов. Исходя из актуальных, подчеркиваю, актуальных данных по опруву, по ставке и выбрав нужное вам гео, вы выбираете оффер, щелкаете на него и проваливаетесь в карточку оффера. Тут в принципе то же самое, что и было на главной странице, но с некоторым количеством подробностей. Вы можете почитать краткое описание продукта и даже посмотреть документацию по нему. Также справа вы можете заметить ограничения по гео. Это значит, что за лид, привлеченный из этого гео, вы никакой оплаты не получите. Обязательно учитывайте этот момент. Еще очень и очень важная вещь в карточке оффера – это промо. Как правило, это прокло и рекламный лендинг. Вообще в арбитраже трафика принято считать, что те промо, которые находятся в партнерке, они типа супер неактуальны и лучше их не трогать. Именно по этой причине во многих командах, точнее практически во всех командах, есть свой промо-отдел или какой-то внештатный промо-отдел на аутсорте, где они заказывают промо и, соответственно, в таком формате и работают. Но если мы говорим конкретно про M1, то здесь этой проблемы нет. У партнерки свой внутренний промо-отдел и эти промо, они всегда актуальны. Даже более того, если вам нужно что-то там, не знаю, промо подправить, вы можете также написать affiliate менеджеру и они очень быстро все это сделают. И еще одна очень важная рекомендация при выборе оффера – это все-таки стараться работать с афферами прямого рекла. Что такое прямой рекл? Прямой рекл – это рекламодатель, который принадлежит самой партнерке, за качество которого они отвечают, можно сказать, головой. Это свой колл-центр, который держит стабильные аппруфы, который может вычетать ваши креативы на языке носителя, тем самым увеличивая конверсию. Это свои уникальные оффера, это повышенные ставки и на самом деле много-много-много плюшек. Поэтому вот именно на это я в первую очередь прошу обратить внимание. В M1 есть специальная галочка, на которую можно нажать, и вы увидите именно оффера только от прямого рекла. И в заключение скажу так. Если вы знаете, на что нужно и важно обращать внимание, то процесс выбора оффера становится достаточно прозрачным. На самом деле не так много переменных, на что в первую очередь нужно обращать внимание. Это, конечно, ставка, это аппруф, это, конечно, качество промо, это гео, в которых вы можете работать, ну и, естественно, работа самого аффилит-менеджера, который вам будет всю эту информацию передавать. Поэтому, друзья, желаю вам найти ваш конвертищий оффер для того, чтобы заработать много и много денег. С вами был Денис Логутенко. Ставь лайк, подписывайся на канал, обнял. Пока.